друзья всех приветствую как и обещал буду делать старт джампер или бустер как его еще называют из маленького литиевого аккумулятора состоящего из 12 высокотоковых элементов фирмы sony для того чтобы сделать полноценный и качественный бустер кроме аккумулятора нам понадобятся конечно же крокодилы вот такие вот защищенные крокодилы отдельно установленными диодными парами вот здесь четыре диодные пары это на ток рассчитано примерно до 150 ампер и вот таким вот разъемом нам понадобится также обратная часть такого разъема понадобится плата бмс это для того чтобы заряжать данный бустер нужна плата бмс также дискретный индикатор уровня заряда установим чтобы мы видели насколько заряжен аккумулятор и вот такое вот гнездо для зарядного устройства под джек 5 5 на 2 и 1 миллиметра приступаем к сборке итак друзья сначала определим место где будет стоять плата бмс плата бмс очень удобно ложится вот в этом месте вот примерно здесь но нужно вырезать вот здесь под нее место сделали вот такую выборку куда помещается плата бмс и смотрите друзья очень удобно вот эти вот провода которые шли от старой бмс ки они тоже подходят сможем их использовать подготовим плату а 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 Продолжение следует... Итак, плата БМС припаяна. Давайте померяем напряжение на выходе. Берем тестер. Предел измерения 20 вольт. Напряжение на выходе платы. 14,36. Аккумулятор заряжен не полностью. Припаиваем силовой разъем. Продолжение следует... Итак, друзья, подготовили аккумулятор, установили плату БМС, припаяли силовой разъем. Сейчас установим вот сюда на вход платы разъем для зарядного устройства. Подготовили вот такое гнездо для зарядного устройства. Сейчас припаяем его вот сюда, вот на вход платы. Так, припаиваем, не путая полярность. Также был установлен индикатор уровня заряда дискретный. Смотрите, черный к минусу, красный к плюсу. Не на выход платы, а на вход. Вот, как видите, аккумулятор заряжен наполовину. Все, аккумулятор подготовлен. Можем его запаковывать и проводить испытания на автомобиле. Так, подключаем. Есть. Итак, друзья, бустер, пусковое устройство собрано. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Установлен индикатор уровня заряда. Эта часть подключается к разъему. Можем подключить зарядное устройство и зарядить аккумулятор. На зарядном горит красный индикатор. Показывает, что бустер заряжается. После зарядки проведем испытание на автомобиле. Итак, друзья, испытывать бустер будем на автомобиле Subaru Impreza с двигателем 2 литра. Сейчас правильно будет подключать так. Черный подключается к минусу, красный подключается к плюсу. Но мы сейчас усложним задачу бустеру. Мы, как видите, клемму полностью отсоединили. Минусовую от аккумулятора. Вот. Клемма отсоединена. То есть, бустер будет полностью самостоятельно крутить стартер автомобиля. Итак, друзья, подключили бустер. Смотрите, минус подключен к проводу, к минусовому плюс, подключен к плюсовому. Смотрите, аккумулятор штатный полностью отключен, как видите. Смотрите, аккумулятор заряжен не полностью. Вот. Еще раз. Аккумулятор заряжен не полностью. Теперь, для чистоты эксперимента, машина находилась в гараже. При температуре ночью было, ну, где-то 20 градусов практически. 20 градусов. Вот сейчас я померяю температуру, чтобы вы видели. Машина холодная. Сейчас на улице минус 15. Но я думаю, двигатель такой же. Минус 18, друзья. Минус 18 градусов. Двигатель. Сейчас будем заводить машину. Запускаю. Вдомoot 18. Вдомо 17. Вдомо 18. Вдомо 17. Продолжение следует... Итак, друзья, как видели, бустер, отсоединенный аккумулятор, когда основной был от минусового провода автомобиля, не запустил, не запустил на холодную двигатель. Поэтому подключил бустер к аккумулятору и подключил провод минусовый. То есть сейчас и бустер, и аккумулятор подсоединены вместе. Давайте сейчас попробуем запустить. Отдельно он не запустил на холодную, не получилось у него, не хватило тока. Итак, друзья, подключил и бустер, и штатный аккумулятор, потому что бустер сам не справился. Запускаем авто. Вот сейчас только машина завелась. Как видите, машина холодная. Автомобиль только сейчас завелся. Отдельно бустер не справился без штатного аккумулятора. Ну так его и нельзя, конечно, использовать. Нужно подключать обязательно к штатному. И тогда только запускать. Вот как сейчас мы сделали.